Мы подъезжаем еще к одному малому курорту Турецкой Ривьеры. Если при въезде вам покажется, что у него своя собственная архитектура, уверяю вас, вам не кажется. С местной архитектурой связана очень интересная история. С нее, пожалуй, и начнем. Это Акьяка. Небольшой городок провинции Мула. Его население чуть больше 3000 человек. Он расположен на дальнем конце залива Гекова и является растущим центром как внутреннего, так и международного туризма. Акьяка, так же как и Фоча, о которой я рассказывал в прошлом видео, британской газетой Телеграф, была названа в 2023 году самым тихим курортом Турции. Да, о стиле местных домов. Акьяка – это уникальное место в плане архитектуры. Здесь существуют единые архитектурные требования к домам, которые были разработаны на основании традиционных местных домов с добавлением современной архитектуры. Удивительное дело, но уникальный стиль Акьяка разработал лишь один человек. Это Наиль Чакархан. Турецкий поэт и журналист, который в 1983 году получил международную архитектурную премию за свой дом. Он первым получил награду, хотя и не имел образования в области архитектуры. Наиль Чакархан переехал с женой из Стамбула в Акьяку в 1970 году по совету врачей из-за ухудшения его здоровья. Здесь он построил дом, который сочетает в себе традиционную архитектуру старинных домов города Ула и современные условия в гармонии с окружающей природой. Затем он получил предложение от друзей, частных лиц, туристических компаний о строительстве аналогичных домов и создал то, что сейчас известно как дома Акьяка. Что это за стиль? Посмотрите. Это, как правило, двухэтажные дома с деревянными балконами и с нависающими крышами, с деревянной вышивкой в изобилии внутри и снаружи, с цветущими садами и с традиционными дымоходами местности Мула. Дом Наиля Чакархана, который принес ему награду, сейчас является центром культуры и искусства. Отель, в котором остановились мы, конечно же, тоже выполнен в традиционном местном стиле. В процессе нашего проживания в замечательном отеле в Акьяка мы узнали, что этот залив, в котором находится отель, это старый морской порт. Сейчас в этом месте находятся пять гостиниц и несколько частных домов. И это по праву считается самым красивым местом Акьяка. И это место, куда приезжают отдыхать богатые люди из Анкары, из Мира, из Стамбула. Акьяка. 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 На территории отеля гармонично смотрится древняя цистерна, оставшаяся со времен, когда это место было морским портом. Вечерняя жизнь от Яка организована так же, как и на других турецких курортах. Красиво, красочно, приятно. Ну, Яка достаточно серьезный курорт, но это не совсем маленький поселочек, это небольшой городок, очень красивый небольшой городок. Продолжение следует... Но стоит отметить, что место для вечерних шумных развлечений не занимает большой территории, что, конечно же, удобно для тех, кто приехал сюда за тихим и спокойным отдыхом. Место, где находится наш отель, это отдельная, по сути дела, приватная зона Аркьяка, со своим заливом, со своей атмосферой. Продолжение следует... Место, в борту, это два, несколько лет. вот идем на завтрак пошли в этот добедательный день я а а а а а а С днём рождения! Спасибо! Цветы с утра! Это же нашли! Спасибо, дорогие мои! Ну что, афье тулсун? Афье тулсун! Еще горень ели! Утро нового дня, день рождения у тебя! Утро нового дня, мы гуляем сегодня полдня! Целый день! Целый день! Ой, сочинюха из меня никакая! Этот цветок украл! Прогулка по реке Азмак Это то, что нужно обязательно сделать, приехав в Ахьяка Название лодки «Сказочная вода» обещает нам чего-то сказочного! Азмак – это название короткой, но глубокой малой речки, или ручья, по-турецки чай, который соединяется с морем в Ахьяке. Длина его всего 1700 метров. Дальше в видео увидите его ширину и не поверите, что средняя глубина около 6 метров. А максимальная, если верить гидам, составляет от 10 до 12 метров. Скорость потока воды при этом 700 литров в секунду, что для короткого ручья очень много. Ты не можешь так и скоро уложить, чем на воде. Азмак – это очень много. Азмак – это очень много. Очень прозрачная вода в реке Азмак. Прозрачная вода, 12 метров глубиной, сказал сейчас товарищ, который нас везет. И на 12 метров видно. Вон в ту крепость на горе мы еще с вами сегодня сходим. И я расскажу про древнюю историю. Благодаря глубине и прозрачности воды экскурсии на лодках пользуются большой популярностью. И по данным турецкого агентства Анадулу, ежегодно количество людей, отправляющихся в экскурсию по реке, составляет около миллиона человек. В каждом месте свои попрошайки. Здесь гуси и утки по шайке у ресторанов. Вот они рестораны и гуси тоже требуют угощения. Морская набережная Акьяк. Тоже, конечно же, красиво. Акьяка чем хороша, что здесь есть два вида водных прогулок. Есть по реке Азмак, на которой мы сейчас были. И есть возможность прогуляться еще и по морю. Тишина и спокойствие. Но надо не забывать, что мы сейчас находимся в Акьяка в середине октября. Высокий сезон уже давно закончен. Ну, может не давно, а недавно. Но, тем не менее, спад однозначно уже есть. Поэтому отдых сейчас здесь сплошное удовольствие. Весьма неплохой пляж. И он находится прямо в городке. Все для тебя сегодня. Иди купайся. Отправляемся на морскую часовую прогулку по заливу Гекова. Вот такая ситуация. Иди купить в гости. Акьяка-пляж. Зам. Иисус. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здешние воды... Также известное место для занятий виндсерфингом... И на въезде в город всех встречает бронзовый серфингист... Продолжение следует... Но я вам еще ничего не рассказал об истории города, начиная с древних времен... Отправимся в соответствующее этому месту... Античный город Близак-Яка... В который мы с вами сейчас направляемся... Мы поднялись с вами, конечно, в византийский город... Но в более ранние времена... В времена древней Карии... Здесь располагался город Эдима... Ну а дальше, как говорится по классической истории Малой Азии... В VI веке до н.э. здешние места завоевали персы... А в начале V века до н.э. пришли греки... В частности, Делийская лига... Или, более понятно, Афинская империя... Стала владеть здешними местами... Продолжалось это до II века до н.э. Когда одни греки сменили других... Вместо афинян пришли владельцы Сродоса... Следы греческих владений мы с вами и видим... Это византийская крепость... Археологические раскопки... Которые активно начались в 2020 году... Все эти раскопки... Также являются частью... Одного большого поиска... Античного города Эдима... Которые археологи ищут в окрестностях Акьяка... Уже достаточно давно... Большая часть равнины Гекова... Была непродуктивной в течение веков... До II половины XX века... Поскольку была покрыта... Малярийными болотами... Жители полностью покидали... Свои поселения и поля... В месяце активной малярии... И переезжали в высокогорную плату... Однако организованная... Молодой Турецкой Республикой... Программа по борьбе с малярией... Путем осушения болот... Была успешна... И преобразовала... Местное сельское хозяйство... Акьяка... Которая была населена... С древности... До недавнего времени... Оставалась... Уединенным... Небольшим... Рыбацким районом... Широкое признание... Акьяки... Относится... К 1970-м... Годам... В те годы... Началась... Туристическая деятельность... Когда жители... Близлежащих... Провинций... Крупных городов... На фоне... Девственной природы... Начали строить здесь... Летние домики... И туристические объекты... А с началом... Туристического... Бума... 1980-х... Годов... Акьяка... Получила... Свой нынешний... Туристический... Облик... Конечно... Климат... Средиземноморского... Побережья Турции... Он... Прекрасен... Сегодня... 11 октября... Я запросто... Покупался... Температура воздуха... Наверное... Градусов... 28... Вода... Понятно... Что... Меньше... Но... Она не холодная... Она приятная... Ресторанчик... На берегу моря... Вот это красиво... Вот это классно... Ну что... Давайте... Кто там... Ада... Крис... Давай... Тос... Давай... Почему мы собрались... Это будет... Кавказский тост... Или... Простый... Польский тост... Света... Твое здоровье... Твое здоровье... Твое здоровье... Твое здоровье... Твое здоровье... Ну что если мы так... Много таких... Отличных... Супризов... Давайте выпьем за твое здоровье... Спасибо... И вот этот вечер такой... Это же все... Настолько... Незабываемо... Вот всегда... Незабываемо впечатление... Эмоции... Когда ты молод... Душой... Тогда для тебя... Ну... Наверное... Все возможно... Вкуснейший напиток... За этим напитком... Да... 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 Вот... Поэтому... Спасибо... Поэтому... Добавляю... Он не алкогольный? Алкогольный... Не забудьте подписаться на наш канал... И путешествовать вместе с нами... А мы вас будем угощать красивыми путешествиями...